Творчество вопреки трудным жизненным обстоятельствам. В Перми на днях откроют арт-галерею, где будут показывать работы мастеров с инвалидностью. В первую экспозицию вошли картины парикамской художницы Натальи Жижелевой. Несмотря на тяжелое заболевание, она создает очень позитивные работы, которые востребованы даже за рубежом, рассказывает Юлия Зыкова. Наталья Жижелева родом из поселка Куэда. У нее церебральный паралич. Этим недугом девушка страдает с рождения. Наталья очень давно увлеклась рисованием и, так как руки не слушаются, приспособилась держать кисть ртом. Она смогла получить художественное образование. Ее картины не раз показывали на выставках в Москве и даже в Европе. Два года назад прикамская мастерица стала лауреатом международной премии «Филантроп». Ее вручают людям с ограниченными возможностями за успехи в области культуры и искусства. Наталья ведет свой сайт, где и написала об этой победе. «Это моя долгожданная победа и прежде всего над собой. Это доказательство моей не случайности в этом мире. Доказательство тем людям, которые не понимали и не принимали меня. Я очень благодарна моей маме за терпение. Ведь нелегко доказать людям, что ее дочь тоже человек». Работы Натальи Жижелевой теперь можно увидеть и в Перми. Ее картины украсили здание Пермского краевого общества инвалидов. Здесь на днях открывают арт-галерею. Это будет постоянная площадка, где смогут показывать свои работы мастера с ограниченными возможностями здоровья. Ведь людей, которые живут творчеством, несмотря на сложные обстоятельства, достаточно много. «Нам хочется, чтобы люди приходили, любовались и знали, и видели, что есть люди у нас в Пермском крае, которые вот так красиво, вот так хорошо, пусть где-то даже наивно, но они передают свою душу, они преодолевают себя прежде всего и показывают, насколько сильны духом такие люди». В обустройстве выставочного пространства поучаствовали и специалисты Пермской художественной галереи. Профессионалы помогли с отбором картин для первой выставки и полагают, что это может быть интересным проектом. «У них есть желание, у них есть понимание того, что это будет непросто, поэтому, мне кажется, должно получиться. Мне кажется, что туда важно ходить не только инвалидам. То есть посмотреть на то, как эти люди творят, как они живут в творчестве, это будет интересно и обычным жителям нашего города». Все картины здесь разместили так, чтобы удобно было смотреть и людям на инвалидных колясках, и обычным посетителям. Галерею назвали «Перекрестки», ведь она находится в здании на Борчаниново-9, как раз между улицами Екатерининской и Пермской. Вход для всех будет свободным. Вернисаж состоится 14 сентября. Юлия Зыкова, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова